Привет, друзья! Это Егор. После шоу «Хочу вам кал» поссорились обе участницы проекта. Тига и Думич. Человек просто выбрал хайп вместо дружбы. В последнее время Тига и Думич не общались, и я решил пригласить их в прямой эфир Инстаграма, чтобы устроить своеобразные дебаты. Регламент был таким. Сначала выступление каждой из девушек по две минуты, потом вопросы задают их секунданты, но и в третьем раунде они переходят к премиам сторон. Я не планировала как-то засрать ее карьеру. Прежде чем мы начнем наши дебаты, хотелось бы услышать от тебя. Чувствуешь ли ты некое такое огорчение от того, что после шоу, которое ты организовал, и после решений, которые ты с пацанами принимал, расстроилась дружба двух прекрасных девушек. Двух девушек, которые, что столь редко, любят футбол. Римон, я думаю, что сегодня этот стрим станет классным примирением, поэтому все будет супер. В общем, никаких больше прелюдий. Пишем ваше мнение о том, кто победил, кто выглядел убедительнее, ну и, конечно же, даем советы и пожелания, кого вы хотите увидеть в следующем раунде дебатов. Мы запускаем две минуты. Три, четыре. Поехали. Для меня человек просто выбрал хайп вместо дружбы. Здесь виноват не Герман, мне просто вот эта ситуация как бы показала, ну, преподнесла какой-то жизненный урок для меня. И я приняла такое решение. У кого-то это может быть другое решение, кто-то там может говорить, что тига, права, думаешь, не права. Но не было какого-то прям, знаешь, конфликта, типа, ах ты, сучка, там, туда-сюда. Просто я решила для себя, что так подруги не поступают. Соответственно, я решила и написала об этом тиге. Вот, в принципе, все. Наверное, я сейчас закончу, потом будут какие-то аргументы, да, в силу того, что я сказала. Ты можешь добавить, у тебя еще есть минута 15, как не так поступила тига. Смотри, я приведу пример. Есть, допустим, два друга, да, один играет профессионально, другой вообще не играет профессионально, никогда не играл. И один хочет, мечтает, готовится попасть на просмотр в какую-то, например, профессиональную команду. Другой узнает об этом в последний момент и говорит, о, слушай, бро, я чисто тоже хочу, я бы залетел, мне с кайфом, ну, я классно, а что, покажу себя там и так далее. И человек, который готовился, друг, да, получается, у него шансов практически не остается. И, как по мне, это, ну, это не по-дружески, это не по-братски, вот. Привела пример, соответственно, это можно спокойно перенести на нас, потому что понятно, что тига играет лучше в силу того, что она и больше играет в футбол, да, и сейчас находится в хорошей форме в силу того, что она профессиональный футболист. Все, наверное, мое время вышло. Отлично, спасибо. Минута 50. Давай, готова? Да, давай. Три-четыре, поехали. Ну, смотрите, мы со Светой-то вообще познакомились очень давно, и, как ты сказала, три года, это не три года, далеко, около шести, если честно. И познакомилась-то я с тобой, когда у тебя было, ну, подписчиков, две, может, тысячи, да, ну, вообще еще этой истории все не было, ты только с Ваней начала знакомиться, помнишь, мы обсуждали. Вот, и, то есть, у меня к человеку не было никаких, знаете, корыстных целей, то есть, мы просто общались, мне понравилось то, что у нас какие-то общие интересы, да, есть, то, что мы, в принципе, войгуем прикольно, и со стороны люди это видели, я и уже говорила. Вот, и после того, как у Светы стало больше возможностей, больше, ну, вот это комьюнити все, да, она меня где-то потихонечку, ну, то есть, мне помогала, она меня куда-то звала себе, да, и так далее. И сейчас идет вопрос о том, что, получается, что ты мне говоришь за то, что вот, я тебя везде звала, но разве в настоящей дружбе считают, кто сколько кому помог? Я считаю, что нет. И друзья, они познаются в радости, по-моему мнению, и только, на самом деле, друг может искренне за тебя порадоваться. И когда я шла на этот отбор, да, в последний момент абсолютно права, у меня даже мысли, даже капли мысли не было о сравнении, то есть, я не думала о том, что нас с тобой сейчас будут судить по тому, насколько кто лучше играет в футбол, понимаешь? Я тебе тоже это уже писала и говорила, блин, Свет, ты, наверное, поймешь чуть позже, потому что у меня даже вот ни единой цели и мысли, пока ты не написала, я даже об этом не думала, потому что нас с тобой могут сравнивать. Я практически была уверена в том, что ты пройдешь дальше меня на каких-то этапах, то есть, я даже не подумать, даже думать не могла о том, что я там перейду тебя по этапам. Да, я в принципе все, просто то, что люди с другой стороны абсолютно вывернули эту историю, меня немножечко расстроило. Расстроило, конечно. Мы обязательно скоро перейдем к прениям, потому что мнение примерно понятно, вам достаточно будет только кивнуть. Я так понимаю, что главная загвоздка в том, что Света на данный момент считает, что Тига пошла в Амкал ради хайпа и прекрасно понимала, что будучи профессиональной футболисткой, как раз таки Свете не даст дорогу в следующие раунды. То есть, решила заскочить в последний вагончик хайпа, понимая, что заберет место у подруги. Ну, я ни в коем случае не говорю, что она пошла с целью меня как-то затопить, понимаешь, но понимать, ну, человек взрослый. Почему мы, когда это все обсуждали, когда она хотела, да, попасть, ее, там, Гера добавил в группу, мы сидели вместе в Сочи, и ей говорил об этом Майк и говорил об этом Крафт, что, типа, зачем ты идешь, ты профессиональный игрок, да, типа, тебе, ты просто, типа, зачем тебе там выбывать, ты будешь там мешать думать. Они говорили не прямо мешать думать, но... Сейчас, секунда, Света, это у тебя было еще 25 секунд, Тига, ответь до 25 секунд, и мы к секундантам перейдем, а прения потом у вас будут. Во-первых, пацаны не говорили про то, что я помешаю тебе, ни слова. Во-вторых, мы с тобой это уже обсуждали, но я спрашивала у тебя, можно ли. Не против ли ты? Было? Все, сейчас тихо, давайте подключим Майка. Свет, подключай Майка. Давай, ну, начнем с того, Тига, в каком состоянии мы с тобой об этом разговаривали, это тоже первый момент, а второй... Состояние, давай, Свет, потом обсудите, сейчас пока выскажется Майк, потом перейдем уже к разговору друг с другом. Давай, я думаю, ему есть что сказать. Ну что, Свет уже, в принципе, все сказал, что она сравнила два друга, как идут, и что по-братски так не делается, я считаю. Но есть много других еще моментов под Тигиш, это началось еще с Питера, как она просила, позвони Герману, можно я пойду на съемку, а можно я у вас снимусь, а можно это. Она приехала чисто за хайпом, потому что мы сидели после Нового года на кухне или перед Новым годом, и мы общались. Она не знала, что вообще будет, хочу вам кал, проект и так далее, и она говорит, да я просто пойду, типа, мне надо просто вписаться в любую, говорит, движуху. Вот, и Краб начал говорить, зачем тебе болельщики амкало, если они узнают, что ты пришла не проект выигрывать, а чисто просто хайпануть, тебя затравят, типа, в комментариях. Это был разговор, вот, после чего она ничего не сказала, потом оказалось, что она написала Германа, и ее, типа, взяли в амкал, ну, типа, на просмотр. Вот, хочу вам кал. Вот, я считаю, что идти просто хайповать и занимать место людей, которые хотят выиграть, и которые два месяца готовились, чтобы прийти на проект, она создала тупо конкуренцию, как профессиональный футболист, чтобы чисто хайпануть, получить там подписчиков каких-то. Вот, и это было на Новый год, все обговорено, и там уже, на Новый год уже обстановка началась меняться. То, что она уже, я думаю, даже это может не Тига, это ее, скорее всего, менеджер этот недалекий. Наверное, он больше повлиял. Майк, ты можешь сейчас Тиге задать вопросы, как свидетель? Свидетель Актишоу, у меня нет вопросов, я сделал вывод просто, и все. Ну, по ситуациям, не по одной ситуации, а это было, начиная с Питера, когда мы летом были. И все, вот смотри, даже момент такой. Для чего ты на Новый год подошла к Володе, к XXL, обняла и сказала, Володь, у меня сейчас такая ситуация, я там, хочу вам кал. Типа, можешь меня в сторис себе добавить с отметкой? Ну, зачем ты это подходишь, говоришь? Ну, типа, даже по этим моментам видно, что ты просто пришла хайповать на проект, и также просишь у всех, чтобы тебя отметили, и так далее, чтобы у тебя рос Инстаграм. Типа, что ты ответишь? Да, мы общались с ребятами на кухне, и я же, Майк, вам отвечала, то, что... Я подразумеваю этот факт, что я могла бы переехать в Москву, и я вам это говорила. Даня сказал... Я вам говорила это, и Даня еще говорила, типа, зачем тебе большой футбол, ты не играешь в большой футбол. Правильно? Было такое? Я говорю, я хочу попробовать. Я вам это говорила, ребят, я говорю, я хочу попробовать. И почему нет? Я спрашивала у Светы, я уже это говорила, не против ли ты, что я туда пойду? Все это мы написали. Я написала, я говорю, можно, там, Герман, можно я тоже пойду на этот отбор? Хорошо. Теперь поворачивайся с стороны того, что я там просила у вас отметок и так далее. Ребят, в Санкт-Петербурге сейчас у меня мало возможностей, в принципе, развиваться медийно, но только если да, самой куда-то двигаться и так далее, самой что-то придумывать. И считая вас своими близкими, друзьями, близкими, да, мы уже не первый раз встретились тогда, ни второй, ни третий, я понимала, что вы, ну, на счет даже тупой какой-то, не знаю, репост из торпинга, или где-то у меня отметки, можете мне помочь. Но я не подразумевала тот факт, что вы это воспринимаете как, не знаю, какой-то, как это объяснить, что я вами пользуюсь, что ли, что я специально вас в этом прошу. Я не считала, что это как-то стрёмно с моей стороны, если честно. То есть я спросила, как бы вы по факту-то и не отвечали. Я где-то когда вам писала в Телеграме, ребята, можете там репостить видос мой на Ютьюбе, вы даже не отвечали, никто, ни один, ни ты, ни Света, не отвечали мне вообще, просто игнор. Но при том, что когда вы приезжали в Санкт-Петербург, вам, не знаю, там где-то пожить, да, надо было, еще куда-то съездить вы хотели. Я всегда была с вами, я вас встречала, я вас куда-то возила, я вам помогала, и это факт. Так же так и мы тебе помогаем постоянно. Я же... Я не могла помочь вам с какой-то стороны именно хайпа, потому что у меня такого нет. Я помогала вам с другой стороны. Ну, это же факт. Хотела от вас тоже какой-то отдачи, что ли, наверное. Хорошо, мы тебе не помогали, ничего не помогали мы тебе. Я согласна с тем, что... В любую движуху тебя. Честно, у меня к тебе вопросов нету, и агрессии нету, и то, что я там выставляю, что параллели провожу вас, ваш вздумич, это было за иммунитет, то есть у меня к тебе вопросов нету. Я просто сделал вывод по одному эпизоду, что, ну, так, типа, мне кажется, так не делается просто. Ты создаешь конкуренцию Думи, когда ты знаешь, что это ее мечта была пойти, быть первой девочкой на проекте, и ты это знала. И ты идешь, делаешь ее как профессиональный футболист. То же самое, возьмем, там, не знаю, меня, и еще кого-нибудь, там, знаешь, со двора пацана, к которым мы идем, а я, типа, говорю, о, да я просто приду, типа, хайпануть, вамкал, мне проект нахер не нужен, мне нужно, чтобы подписчики пришли, а проект мне нахер не нужен. А вдруг скажут, ебай, я сейчас вылечу твоего, блядь, во втором раунде, и ты мне, типа, шансы не дашь пройти, мы на одной позиции играем. Тихо, отвечай. Тихо, отвечай. Тихо, образно я тебе привожу сейчас параллельно. Тихо, давай, говори, он не замолчит сам, давай. Еще раз повторяю, я, мне подразумевала даже тот факт, что Света не дойдет, то есть, летит раньше, чем я. Даже не думала об этом, потому что мы, когда общались так же с вами, ты говорил, что у вас было общение какое-то с Германом, что вы обсуждали Свету и так далее, и там чуть ли не в контракте у тебя было прописано, что она будет вам калит. Но я условно сейчас. Понятно? Так, но мы это обсуждали, Миша. И я, я когда-то дошла, я не планировала, я не планировала как-то засрать ее карьеру, понимаешь? Засрать ей этот отбор. У меня не было такого вообще даже рядом, понимаешь? Но вы это вывернули в эту сторону, Миша. Это не правильно. А кто выворачивает, мы ни одного видео вот сейчас до этого видео мы ни одного еще не записали, ничто не сказали, никому. Мы просто по тебе сделали вывод свой личный. Нигде это, как ты сейчас не хайпишь, там, о, думишь, драка, там, это, это, ты опять начинаешь тему разводить. Тебе Света написала одно сообщение? Написала, я вообще не лез в эту черню. Вот. Она написала, написала, все, забыли, решили так, и все. Ты вложил рил со сравнением. Со сравнением иммунитета. Там не было сравнения вас. Там было сравнение, почему она бьется, старается, а ты смотришь футбол и получаешь иммунитет. Это вопрос не к тебе, а вопрос к организаторам. Почему организаторы выбирают? На это 5-4 секунд. Тогда я... И наш, там, сравнил, конкретно, меня и Света. Да, я справ... И написал, что это иммунитет, почему дают человеку. Ты две девочки. По игре, по видео видно, кто работал, отдавался, и как ты там, в двух эпизодах. Я это сравнение сделал, не тебя, почему дают иммунитет тебе, а не ей. Почему она во второй этап не проходит, где она хочет сыграть футбол? Вот, только из-за этого я сравнение сделал. Я там тебя не увидел, я тебе ничего плохого не сказал. Я дать тебе нельзя, все. Егоров здесь моделирует. Отключаем. Следующий секундант... Кого отключаешь? А я не знаю, как его отключить. А ты нажимаешь на кнопочку, майк отключишь. Давай я сам отключу. Давай. Давай, Тиго, подключай своего. Или пусть он кинет допрос. Я делаю это просто, что майк отключу Тигу, но если вы не были в начале, как бы Егоров объяснял, что со стороны Тиги, да, будет человек, который будет разговаривать. И со стороны Светы, да, тоже. Это формат 2 на 1, потом уже буду вопросы задавать по-честному я. Я, кстати, рассчитывал, что Тига пригласит либо Севскану, либо кого-то, кто ее выбрал на следующий тур, но она пригласила своего менеджера внезапно, которого многие здесь могут не знать. И это не самый выгодный вариант, как я считаю. Хотя сейчас посмотрим. Давай ищем его. Смотри, у тебя есть определенное количество времени, где-то майк говорил 5-6 минут, вместе с Тигой у них были премии. Сначала майк высказал свою точку зрения и набросил немного на Тигу. Я от тебя хочу, чтобы не только ты говорил, что Тига очень хороший человек, что она не хотела ничего плохого, но я хочу конкретно услышать от тебя, в чем здесь неправа именно думать. То есть, чтобы не только ты оправдывал Тигу, но и высказал что-то по думе. Поэтому давай, 5, 4, 3, 2, 1, вперед. Смотри, во-первых, оправдывается тот, кто виноват. У нас вины нету никакой, поэтому оправдывать Тигу не нужно. У меня вопрос к Свете самый главный. Тига к тебе хорошо относится и относилась. И она тебя по-дружески перед проектом спросила. Света, как ты смотришь на мое участие? Ты ей сказала, окей, едь. Почему потом ты переобулась? Потому что мы поговорили с ребятами и, как я уже писала в личных сообщениях, то я, видимо, в своей жизни плохо вижу людей и мне сложно сразу разбираться в ситуациях и делать какой-то правильный вывод. И, конечно, в силу того, что она моя подруга, как я ей могу запретить пойти на отбор? По-моему, это было бы супер не вообще тупо, если я бы сказала, слушай, ну я бы не хотела, чтобы ты шла или типа, слушай, лучше не иди. Ну если мы друзья, нельзя было... Потом, потом. Тихо, потом. Еще будет время. Соответственно, до первого этапа этот разговор с ребятами состоялся перед типа еще отборами, перед первым этапом и просто по-другому преподнесли эту картину, сказали, что незнание, как Тихо сейчас говорит, что типа, я не знала, я не могла предположить, что так будет. Вопросов, что она играет лучше, там нету. Смотри, давай, я тебя услышал. Хуже или еще что-то. Это вопрос просто, ну как бы, личного отношения. Ты просто либо делаешь вот так, как тебе нужно, либо, допустим, просто как подруга я бы поступила по-другому. В этом весь смысл. У меня одно на это мнение. Мы с ребятами поговорили, и я пришла к выводу, что да, я перевернула в эту ситуацию. Если бы Тихо готовил с два года, я бы, ну, подумала, и я бы не пошла. Я бы на твоем месте, как настоящая подруга, сказал бы Тихо, как есть правду, просто, Оль, ну, ты составишь мне конкуренцию, и было бы все честно. Ну, ладно, давай следующий момент. Вы говорите, что Тихо специально хотела хайпануть, но не ставила себе каких-то целей в проекте. Это неправда. По причине того, мы с Олей обсуждали момент перед тем, как подавать заявку. Да, перед тем, как обсуждать участие, Оля сказала, что вот эту историю, что у вас с Майком, там, с Германом, вроде как, есть какие-то слухи, что есть какие-то договоренности. Мы не рассчитывали, что Оля пройдет дальше тебя. Это во-первых. Во-вторых, Герман уже в 10 видео сказал, что критерий футболиста это не главный критерий отбора. Почему ты себя не проявила в других каких-то моментах? Почему ты на камеру не отыграла? Почему ты что-то там медийное не показала? Здесь же у тебя больше опыта, ты более медийная, чем Оля. Оля только начинает. Ну, а с чего ты взяла, что я типа себя не проявила? Я проявляла, как по мне, хорошо. И я, ну, вот как, допустим, Гасилин говорил, что я был самим собой. Я тоже была сама собой. И какие моменты вставили, такие и вставили. Как зрителю преподнесли, так и преподнесли. Здесь как бы, как получилось, так и получилось. Но я выкладывалась на максимум, оставаясь самой собой. Также момент такой. Смотри, я, Майк, сказал, что вы не поднимаете эту тему и не раздуваете. При этом ты написала несколько постов. Ты в ППХ задела Тигу. Опять же, ну, не то, чтобы ты ее заделал, как человек, а просто эту проблему задела. Что вот там, Тигина привезла четыре гола. Я вчера пересмотрел специально всю пляжку, которая есть. Можно сделать и проиграла борьбу. Как ты не, как от тебя отскакивает мяч на 10 метров. Но нам это неинтересно. Мы на этом не хайпуем. Заметь, тему начали вы. Это наша ответная реакция. в том, что в ППХ я не говорила ничего, кроме того, что Тига играет хорошо и она прошла. нет, ты можешь посмотреть. И я не говорила про привоз четырех голов и ППХ. Не нужно здесь ничего перековеркать. Хорошо. Я тебе вырежу и скину в Телеграме. Было. Окей. Если я не права, сорян, но какой еще сейчас вопрос? Давай, последний вопрос. Ну, это вопрос объективности, просто объективности, Майка. Вот, когда он говорит, я не со стороны парня, Света, говорю свое мнение, что, и начинает вот это сравнение, это ли не хайп, что вот это, как это назвать по-другому? Человек высказывает свое мнение, как ему еще сравнить, если на отбор пришло всего лишь две девочки? Ему не... А почему надо сравнивать между девочками? Ну, потому что две девочки, потому что, ну, мы... Так нет уже одного слота девочки. Нету такого. Есть все, все в равных условиях, все в одной команде играют, у всех одинаковые испытания. Вы же не... Какая-то у вас индивидуальная программа отбора была. Ну... Зачем сравнивать? Почему он не сравнивает с кем-то другим? Почему он сравнивает с Тигой? Казалось, что объективно понятно, что пройдет всего лишь одна. Все это понимают. Так не прошла ни одна. Ну, даже Тига понимала, что если пройдет, то пройдет одна. Да мы ничего не понимали, мы просто думали, крутой шанс засветиться, поехать, круто, получится, получится, не получится, все равно это успех, потому что в Питере нечего делать. Ты сама знаешь все прекрасно. Тига на прямом эфире у Егорова сказала, что понятно, что пройдет одна. Как ты говоришь, что типа мы ничего не понимали. Зачем постоянно повторять, что мы не знали, мы не думали, ну... Все, отключаемся, пошли мои вопросы. Спасибо большое. Давай, давай. А как это случится? Ты куда нажать? Я тоже не знаю. Главное отключилось. Не знаю, отключился. О, привет всем. Еще раз. Теперь несколько вопросов от меня. Прежде чем мы перейдем к премии, мне нужно разобраться в нескольких вещах. А именно, я хотел бы услышать, в каком формате состоялся ваш разговор о том, что Тига пойдет на шоу «Хочу вамкал». То есть, ты, Света, например, говорила, что это твоя мечта играет вамкали, или ты хочешь быть там единственной первой девушкой, либо ты, Тига, поняла ли ты в этот момент, что хочешь тоже туда каким-то образом залезть, и почему, соответственно, Света, когда ты ей сказала о том, что ты не против ли Света, что я пойду, почему Света тогда сказала «Ок», если для нее это было важно. Вы две девочки, две подруги, и меня удивляет, что вы не смогли поговорить друг с другом от души, а получается, что даже если вас слушать, что вы друг от дружки что-то скрыли. Поэтому давайте вернемся к тому моменту, Свет, как давать тебя, с чего началось по-твоему желание Тиги пойти в «Окал». Ты и сказала об этом, вы сидели вместе, и как Тига тебе объявила, что тоже хочет пойти? Слушай, ну, как я это вижу ситуацию, мы сидели в Сочи, это произошло, ну, в один момент, я не знаю, какие у нее мысли были, до, после, в моменте мы сидели. Вы сидели в этот момент? В этот момент нет. Просто ты сказала, в каком состоянии это было? Ну, это было после, это уже было два часа спустя. Вот. Мы сидели, и мы общались по поводу того, что я должна буду поехать в Москву, в любом случае, пятого числа, пятого числа я должна быть уже в Москве, чтобы пойти на отбор. Тига в этот момент, как я поняла, узнала, что будет отбор, она сказала, а, да, там будет отбор, классно, и вот после этого ее Герман добавил в группу. То есть, ну, скорее всего, она сама написала, и все, вот так вот получилось. То есть, тебя она прежде, чем написать Герману, не спрашивала, можно ли ей пойти в МКО? Нет. Нет, про них. Давай, Тига, ты. Я спросила, потом ему написала. Это был на следующий день, после нашего общения на Новый год. Расскажи твою точку зрения. Смотри, как было с моей стороны, я вообще не знала, не видела нигде про этот отбор, это правда. То есть, я узнала цветы про этот отбор, и подумала, что у меня так совпадали даты с тренировками, что я туда попадаю, думаю, блин, прикольно, а почему бы мне тоже не съездить, не попробовать себя. И когда мы начали это обсуждать, да, пацаны там накинулись, начали говорить, зачем, 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 я понимала, что для меня это очень крутая возможность, как-то показать себя другим, там, полтора года веду этот блог, тяжело найти какие-то вот выходы, знаешь, на какой-то уже, на другой рост, понимаешь, другой уровень. О, и, то есть, я тебя, я сначала, мы вот это все, они на меня напали, 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 я у тебя в этот же день, согласна, в этот же день спрашиваю, а не против ли ты, если я тоже пойду, ты мне говоришь, окей, и после этого я написала, и меня добавили уже на следующий день, это было не до. Когда она тебя спросила, у тебя какие мысли были? Зачем ты меня это спрашиваешь? Или в тот момент ты прям действительно хотела, чтобы Тига пошла? Слушай, у меня было, это было такое, знаешь, атмосфера, играла музыка, мы уже, типа, нормально так выпили, то есть, все веселились, всем было классно, все праздновали, там, два дня уже после Нового года, и не было такого, знаешь, что это был какой-то серьезный разговор, это просто было в моменте, Тига подсела и говорит, слушай, ты не против? Ну, на легке, я не особо думала, я просто сказала, да-да, ок, ну, то есть, это было что-то такое нейтральное, типа, ну, хочешь, иди, хочешь, не иди, типа, окей, а уже, Ну, ты договорила, у меня просто вопросик еще, знаешь, какой есть, до того, как я приехала в Сочи, вы мне максимально редко отвечали на что-то, даже не про отметки, не про что уже, я согласись, давно вас это не просила, еще с лета, потому что поняла, что вы не отвечаете, вот, и я когда приехала, я чувствовала какую-то неприязнь, к себе, у тебя может быть, ко мне еще до этой поездки, до этого отбора, было какое-то, ну, что-то, что ты чувствовала в отрицательном плане, в мою сторону, потому что, когда я приехала, я тебе тоже об этом писала, я уже чувствовала, что что-то не так, еще до всей этой истории. Я ничего негативного не чувствовала, я тебе скажу одно, да, действительно, то общение, которое было в Питере, и которое было в Сочи, там, в первые дни, возможно, оно отличается, но причина не в том, что как-то я к тебе поменял отношения, есть такое понятие, да, как атмосфера между двумя людьми, и как будто, ну, вот, ты своим, не отношением, поведением, настроением, повлияло на то, что я чуть-чуть подстроилась, вот, под твое, чуть-чуть. Я нам так вот, честно, веришь, нет, изначально я приехала туда с охуенно настроением, я думала, сейчас... ругаться нельзя, то странички забанят все. А? Ругаться нельзя матом, а то эфир забанят, у нас здесь территория свободная, вот. вот, короче, я наоборот ехала отдохнуть, я хотела отдохнуть, я тебе несколько раз писала, Света, хочу отдохнуть, и я приехала туда с так классным настроением, но когда увидела вот эти вот моментики, постоянно, я просто их не говорила, но мне было постоянно, вот в каждом моменте я где-то что-то чувствовала, не так, и оно настроение мое автоматически поменялось само, я не хотела даже... Ну, видишь, значит, мы взаимно друг друга как-то... Ты под меня подстроилась, да, у тебя испортилось настроение, я увидела, я подумала, что, может быть, у тебя до еще было какое-то связь, может, я еще думала... Ну, нет, нет связи, просто у тебя, ну, я говорю, ты в моменте чуть-чуть опустилась, потому что увидела, что, может быть, я к тебе проявляю не так много внимания, как тебе бы хотелось, или какая-то, да, произошла, ну, в чем-то непонимание, ты потухла, я потухла, потом приехали там мои девочки, да, ты об этом писала, что, типа, у меня с ними другой вайп, но у каждого человека в межличностном общении свой вайп, ну, как бы не нужно сравнивать там, наше общение, это наше общение, общение с моими подругами тоже там... Еще один прям моментик, обязательно надо его вставить. Смотри, про то, что говорил Антон, ну, часть возьму, о том, что когда вы приезжали, и когда, ну, что-то ты там просил, мы условно еще, знаешь, когда до майка вы еще не встречались, ничего, просто там что-то просила, я тебе как бы помогала, там, билеты те же, или еще что-то, или просто где-то жить, там, так далее, но, когда я писала тебе, ты переставала отвечать вообще, и то же самое, типа, тема, когда вот Евродом был, по сути, по сути, вы же мне, ну, я вас познакомила с Олегом, по факту, после чего вы получили очень крутые контракты, и я же не говорю, блин, я тебя везде таскала, не то, что везде таскала, я вот тебе помогла, почему-то мне даже спасибо не сказала, я просто была искренне рада, за то, что у вас все получилось, вот, искренне рада была за вас, чтобы вот так вот... Нет, начнем с того, что желание, чтобы я приезжала в Питер, это было не только моим, то есть ты меня приглашала, это вообще... Я приглашала, конечно. Во-вторых, я всегда снималась у тебя в роликах, я снималась в двух выпусках, и я тоже, как бы, не высокомерничала, не говорила там потом что-то, что типа, ну, то есть, ты говоришь, что ты мне не отвечала. После отношений с нами, после, я снимаюсь у тебя в роликах, если, допустим, когда у тебя там была какая-то херня с командой, я тебе говорила, слушай, там, переезжай ко мне жить в квартиру, как ты можешь после этого говорить, что типа, я не отвечаю тебе взаимностью в какой-то доброте, то что типа, ты выступаешь здесь. Чуть-чуть потеряла, это было до, а после отношений с Майком, когда у тебя появилась комьюнити, деньги от Винлайна и так далее, ты вот, ну, как бы закрылась от меня, понимаешь? Как будто тебе перестало быть интересно. А как это говорить, если мы летом вместе тусили в месяц, я, ты, Майк, Юля. Вы не встречались тогда еще? И что? Я тебе говорю, с Майком, Майком, мы встретились по входу в их комьюнити, Володина, Крапина, Майкина. Ты понимаешь, мы с Майком общались еще весной, а летом, весна и лето, мы с Володей познакомились еще весной, понимаешь, я уже была в их комьюнити весной, а сели вместе, мы в Питере, летом, целый месяц, мы ездили там на карьеры, мы везде, по всяким рейстикам, по кафешкам, туда-сюда, мы были вместе, как ты можешь говорить, что я поменяла к тебе отношения, если мы месяц тусили вместе? Так вот, я это и хочу у тебя спросить, в этом вопрос. Что есть? Вопрос такой, Света, ты заметила, что после того, как вы начали встречаться с Майком, и после того, вот я за Тигу формулирую, после того, как у тебя появились рекламные контракты, в том числе, и после того, как ты стала дружить с ребятами, которые достаточно популярны, не забыла ли ты, не было ли у тебя такой мысли, что Тига ушла на второй план, потому что у нее там, может, не так много подписчиков, или потому что в данный момент она не так интересна, особенно учитывая то, что ты вступила в отношения. Примерно так, Тига? Я абсолютно так не считаю, потому что, первое, у меня была цель заниматься английским, и это было буквально месяц назад, и я писала Оле, это наша общая подруга, о том, что я хочу заниматься с Тигой хотя бы там два раза в неделю, чтобы мы занимались вместе в группе. Это как бы сложно нам было сделать, потому что у нас там разный график, мы в итоге так и не позанимались вместе, или, по-моему, ну да, по-моему, даже ни одного занятия не было. Но сам факт, что я в этом вопросе, как бы я была открыта, мне хотелось поддерживать какой-то коннект, потому что я понимала, что там у нас сейчас работа, и я не могу приехать в Питер. Мы созванивались, Тига мне звонила каждый раз о том, что она хочет поехать с нами в Сочи, и я была не против. Если бы я была не против, я бы сказала, Тиг, типа, слушай, ну у нас там другой вайп, или там типа Тига, у нас там народ уже собран. Я бы как-то, ну там, слила по факту человека, если бы мне было бы с ним некомфортно. Почему? Просто объясни факты, вот почему ты судишь так, что я к тебе стала, после того, как получила какие-то там контракты, стала относиться равнодушно. Если я тебе сейчас вот... Тига, у меня к тебе тогда такое, я чуть-чуть добавлю этот вопрос. Почему, если ты чувствовала... Нет, подожди секунду. Почему, если ты чувствовала, что Света изменилась, даже если ты так почувствовала, мы же все можем чувствовать что-то, при этом даже иногда ошибочно можем что-то чувствовать. Либо достаточно часто мы что-то себе придумываем, что не является фактом. Возможно, даже если у Светы появилось чуть больше популярности, то я не говорю здесь о слове зависть, но просто ты сама себе могла придумать, чтобы после того, как она стала популярнее, она на тебя обращает меньше внимания, и тебе хотелось чаще времени проводить с ней, и в том числе, чтобы она делилась этой популярностью. Так все равно бывает. Почему, чувствуя эти проблемы, ты за долгое время просто не позвонила и не сказала, Свет, давай встретимся? Я чувствую, что наша дружба портится, потому что у тебя раньше это чувство возникло, и ты не организовала эту встречу, чтобы честно ей сказать обо всем и возможно, чтобы разобраться в этом. Ну, вот как раз потому, что я в принципе частенько себе напридумываю, потому что для меня дружба это такое прям... Ну, у меня мало друзей, и я очень тяжело к себе принимаю этих людей, и для меня дружба это что-то прям очень важное, серьезное. И я думала, ну, надеялась на то, что мне это все кажется, и я хотела верить в то, что я не права. Вот. Но спустя, вот, ну, когда я как раз в Сочи приехала, и это прям вот явно на себе, потому что летом-то окей было, когда мы все виделись, все было нормально. И тут мы увидели, то, что она мне там не отвечает, думаю, ну, может, тысячи там сообщений у нее этих, она не отвечает. А когда мы увидели, встретились лично, и вот еще раз это как-то появилось, да, вот между нами, ну, я так почувствовала, то вот после этого уже и начались вот эти как раз конфликты, и уже тогда начали обсуждать. Вот так. Все. Придорожен, что придорожен. Я понял. Смотри, мы подходим к другой ситуации, я сейчас немножко здесь срезюмирую. Это проблема вообще нашего сегодняшнего межличностного общения в том, что мы не можем сказать друг другу какие-то слова, и даже так близкие люди в какой-то момент начинают терять ориентиры, терять близость, и... Я же, кстати, Света, я же тебе писала, давай поговорим, все нормально, давай поговорим. Ты мне говоришь, давай поговорим на тренировке или на игре, на игре, и я к тебе подходила сама лично аж два раза, и мимо тебя... Это произошло после Сочи. Ну, классно здесь с Егоровым, это реально проблема не только там наших, но и всех людей. То есть, если ты чувствуешь какое-то недопонимание, это нужно сразу на берегу обсуждать, а не после отбора, когда там, знаешь, давай поговорим, но уже как будто все понятно, что там я не хочу особо разговаривать, да. Я с тобой не поговорила, я реально хотела поговорить на отборе, но атмосфера как будто не располагала. Знаешь, кто-то ходил, дроссы снимали ролики, тебя вытаскивали снимать челленджи, и я поняла, что ситуация, типа, ну как, мы сядем на поле... Я специально прям к тебе подошла, я говорю, ну, тебе привет, пойдем. Да, но я... Я хотела как-то все равно это... разобрать эту историю, потому что, да, это было после, но до, опять же, до, ты же мне не говорила, то, что тебе вот, ну, настолько будет плохо, если я туда пойду. Давай вот сюда, мы как раз к этому вопросу придем, то есть сейчас мы уже, в принципе, поняли, что какое-то напряжение, оно возникало и зрело давно, оно было, возможно, даже никак не проявлялось какими-то реальными поступками и событиями, но вот просто так случилось. Это бывает между всеми людьми, иногда проходит все на нет, там, если просто люди встречаются где-то, выпивают, и опять у них или просто общаются, все лучше становится, потому что, я говорю, нужно просто общаться друг с другом. Потом случился вот этот взрыв недопонимания как раз в процессе того диалога. Здесь как раз уже вопрос светит. Свет, как вот тогда Тига вовремя не сказала тебе о том, что она чувствует, что что-то не то, то такую же, не будем говорить ошибку, а просто точно то же самое произошло с тобой в тот момент, когда ты поняла, что Тига идет на «Хочу вам кал» и что у нее одно место, одно место «Хочу вам кал» всего лишь для девушек, якобы. Почему ты тогда, понимая, что это твоя подруга, понимая, что да, понимая, что тебе будет плохо от того, что она туда пойдет, понимая в том числе, подожди, что ты ей сама действительно сказала «Окей» и как ты сейчас нам только что заявила о том, что у тебя в тот момент в принципе дополнительных каких-то эмоций не было. Почему перед самим проектом ты не сказала ей «Тига, слушай, для меня эта хрень с «Хочу вам кал» очень важная. И я реально думаю, что так получится, что выберут одну из нас. Ты профессиональная футболистка, скорее тебя. И при этом я тоже знаю, что тебе этот «Хочу вам кал» нахрен не нужен, потому что, скорее всего, ты уйдешь из проекта. Почему ты, ведь «Хочу вам кал» начался чуть позже, почему ты либо не захотела, либо побоялась, либо еще, почему ты просто не выразила ей свои опасения. Ведь она, зная, что ты сказала «Ок», она действительно могла не понимать и не знать, что для тебя это не проблема. Почему ты не сказала ей? Это ведь серьезно усилило проблематику. Смотри, если вы меня внимательно слушали, если мы сейчас говорим о недопонимании, это все было дело одного вечера. И моя, возможно, ну, невозможно, моя недальновидность в этой ситуации сыграла так, что я сказала «Да, окей», потому что на тот момент, когда Тига спрашивала, у меня реально не возникало мысли вот этих сеточек, как Тига живет в Питере, там, ей будет сложно, а зачем она идет, там, и вот эти вот ветки, да, аргументы, которые мы уже проговорили, которые там сказали, которые я сказала, в этот момент они у меня не возникли вот так вот, понимаешь, они возникли только тогда, когда прошло, там, какое-то время, когда мы поговорили с ребятами, и они мне, как бы не то, чтобы они навязали свою позицию, мы просто разговаривали в формате обычного диалога, и я начала обидовать на себя эту ситуацию, и поняла, что я бы поступила по-другому, здесь вопрос не в том, что Тига пошла в обгал, в том, что я там обижаюсь, но за то, что она лучше играет, иначе это было бы просто абсурдом, я просто для себя поняла, что я бы поступила по-другому, именно поэтому я не стала разводить конфликт, не стала писать про нее посты гневные, типа Тига такая-сякая, я не стала выкладывать про нее какие-то сторис, обзываться, называть ее какой-то... Ну, короче, я писала ей в личные сообщения, как я вижу эту ситуацию, там было ноль отстремлений. Свет, ну ты представь, насколько это было бы, к сожалению, странно, если не сказать абсурдно, в ситуации, когда человек идет на шоу «Хочу вам кал», даже если он узнал об этом позже, если ты этому человеку говоришь «Ок, иди», то насколько было бы странно писать о ней плохие слова, только за желание попасть на шоу. Ну, я и не писала, я поэтому тебе и говорю о том, что я хотела решить все в личном разговоре, в переписке, никуда не выносить, не хайпить на этом, потому что мне это не нужно, я просто для себя усвоила этот урок, неважно, мы все... То есть ты до сих пор считаешь, что Тига сделала это специально? Не специально, возможно, она реально тоже не понимала этого, просто понимаешь, но я не понимаю, как можно человек старше меня там, она окей, она говорит, я не поняла эту ситуацию, ну, хорошо, я тоже, может быть, в моменте не поняла, насколько там, как это обернулось. Получилось, как я не поняла. Получается, что вы обе не поняли. Пойдем. Тига, тебе тоже вопрос, Тига, подожди. Я так понимаю, что Света для тебя человек важный, ну, в жизни, достаточно важный человек. Неужели реально за все это время у тебя в голове не возникло мысли о том, что ты все-таки футболистка и что для нее этот проект реально очень, 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 очень и очень важный. Понимаешь, что меня здесь смутило? Меня смутила твоя фраза о том, что после того конкурса я хотела отдать ей свой иммунитет. Вопрос в том, если ты хотела, почему не отдала? Смотри, во-первых, кстати, Свет, я все-таки отвечу тебе на этот, ты говоришь, что ты не выносила, но в итоге вынесли вы, вы начали. В любом случае, даже если Майк не имел в виду меня что-то плохое, но вынесли вы. Вот. Дим, почему я хотела ей отдать, честно, потому что, блин, надо сначала, наверное, начать. Я когда туда шла, естественно, я не говорю о том, что я не знала, да, что-то, что я об этом не думала, что я там, не знаю, там, старше тупее, еще что-то, нет, не в этом чуть суть, а в том, что когда я зашла, я была уверена в том, что ты, Свет, пройдешь дальше. И вообще не переживала за твое там участие. Я не переживала за тебя ни секунды. Почему ты думала, что Света пройдет дальше? Да потому что, как же это объяснить? Потому что она со всеми знакома, потому что у нее там есть тот же Майк и Ваня, там какие-то истории, хайп, не знаю, контент для вас интересный, возможно. Потому что человек намного дольше меня в медиа, и она популярная, ну, давно всем знакомая, то, что она классно ведет себя на камеру, то, что она харизматичная, и люди там, даже вот по тем же комментариям видно, что больше половины говорят, блин, Света крутая, возьмите ее в МКАУ. Потому что я была уверена в ней, как в человеке, который пройдет в этот финал, понимаешь? Я туда шла, никто бы не подошел. Я не подошла только по хайпице и не подразумевала, что я там выиграю, там еще что-то. Если бы, наверное, я выиграла, то, может быть, я и переехала. То есть я подразумеваю тот факт, что я могла бы переехать в Москву, и вот когда Света у меня с командой что-то было, и мы это обсуждали, я подразумевала в принципе факт до отбора, что я могу переехать в Москву. Но, когда я поняла, что вот такая ситуация происходит, и вижу то, что ее там вот в этом списке нет, я вот как раз Антону писала, он не даст соврать, я говорю, Антон, я хочу ей отдать свое место, но почему этого не случилось? Потому что мы с ним, опять же, тоже обсудили эту ситуацию, и понимая, что те же судьи видели ее и меня и все-таки дали мне, все-таки этот иммунитет, да, хрен с ним, и то, что Герману как-то это говорить, типа, Гер, спасибо за иммунитет, но я пошла, возьмите туда Свету вместо меня, ну, просто мы это как-то пообсуждали и поняли, что это как-то, ну, неправильно, что это бред, по сути, вот так. Но сравнения между нами я вообще не планировала, то есть у меня не было какой задачи, цели, я хочу, чтобы нас сравнили, я играю лучше, пусть все голосуют за меня, не было такого. Вопрос к вам обеим сейчас, и пора заканчивать, я думаю, если вы захотите, потом обсудите все в личке и не на публику. Вопрос к вам обеим. Вам не кажется, что получилось так, что, ну, как вам проще сказать, что вам кал, изначально никто не планировал брать девушек, не думаете ли вы, что такое возможно было, что вам кал заранее не планировали брать девушек, и что вы стали как частью такого продолжительного шоу, и в том числе вас обеих немного стравили. Ну, я так не думаю. Ну, Герман же уже показывался по поводу этого, что его просто нужно удивить, и должна прийти девушка, которая его удивит во всех смыслах. Вот. Ну, и типа, когда придет такая девушка, тогда он возьмет ее в амкал. Вот такие условия. Чуть выше, чем у всех пацанов, которые, как бы, заходили в амкал до этого. В силу того, что, как бы, мы девушки, мы должны проявлять себя по максимуму. Ну, вот. То есть, если девушки в амкале, да, но такая, которая очень сильно всех удивит. Мы не удивили, мы не попали. Ну, я так-то вижу. То, что говорил Сипскана по поводу того, что они не ждут девушек в амкале, мы обсуждали это на ППХ у Маврина, и Герман сказал, что это, как бы, рофл, и просто Сипскана это такой персонаж, который всегда поджигает, ждет реакции. Какую реакцию мы выдадим, как мы на это отреагируем. Я, кстати, знаете, типа, это подогрев, чем правда. Прости, что перебила. Знаете, что еще хотел сказать, то, что на интервью, это первая серия, когда я с Сипскан разговаривала, он говорит, вы же понимаете, что мы девочек не берем, но если возьмем, то только одну. Я говорю, если вы возьмете Свету, я буду из нее только искренне рада. Он говорит, что ты сейчас строишь с хорошей девочкой? Я говорю, а почему я строю, если я на самом деле так считаю? И потом, после пляжки, когда Газ начал снимать в этой влоги своей, он меня спросил, ты, блин, без подруги сегодня? Я говорю, да. И я говорю, не понимаю, почему ее не взяли, потому что она очень классно себя проявила, и там выцарапывала, и боролась в этой обороне. Вот. Он выкладывает этот видос, и спустя там пару дней Майт начал выкладывать и ты писать, что четыре привоза каких-то. Да я че разве говорила, что я там лучше играю? Я че разве говорила, что я лучше сыграла в этой пляжке, чем ты? Ну это, блин, это их решение, это судя решение. Мы со Шмидтом ни одного словечечка не перекинулись за весь отбор, блин. Я даже с ним не знакома была вообще. Пока ты мне сказали, что кто такой Шмидт, я даже не знала, кто это. Вот серьезно. И мне дала это Герман, и это его, блин, решение, понимаешь? Да я не говорю ничего о решении. Я не знала, почему я так делала. Что, не потому, что мне было насрать там на все, и в ресторане, там и так далее, потому что у меня физуха потом здесь была. Да, я ходила пешком, это факт. Но я-то не говорила никому, что я играю лучше, чем Света. Еще один вопрос. У вас, смотрите, по факту в шоу Хачевамкал победило объединение. Объединение Сила Воронина и Млечного. Они до этого немного общались, у них, как вы говорите, вайп был, они держались друг друга, они даже сказали в начале шоу, то ли Млечный, по-моему, Фил сказал Млечному, шутку, на самом деле, всерьез, держись меня, и все будет хорошо. Так они дошли до финала. Почему вы с первого дня не держались друг друга? Ведь вы могли попроситься в одну пляжную команду, вы могли ходить и подкалывать постоянно парней, вы могли ходить и устраивать какие-то рубки о том, что Амкал команда сексистов, если вы не возьмете обеих девчонок. Вы могли говорить, что вы подруги, что вас две, а не одна, и что вы не разъединены и не готовы друг друга съесть. Почему вы этого не сделали? Потому что с самой первой серии у Светы уже был ко мне негатив, они же пообсуждали с этим, с пацанами. Что мы могли сделать с ней вместе? Если они уже с пацанами это обсудили, и они уже неудили, что я говно. И у нее уже было отрицательное... Я сравниваю этот Амкал с проектом танца, где приходят там, знаешь, либо в соло, либо парные какие-то дуэты, и, как правило, если приходят парой, то всем хочется для шоу их разъединить. Это как бы такая... ну, как бы всегда так делают, плюс-минус. Поэтому я подумала, что нет смысла как бы вот так вот делать и делать из-за этого шоу, потому что, ну, мне больше хотелось попасть, чем, ну, как бы сделать шоу, да, там, и проиграть, условно. Вот так. Поэтому... И последний вопрос. Последний вопрос. Он простой. Я надеюсь, что вы продолжите общение. Вот как вы считаете, возможно ли дальше между вами дружба, общение, и допускаете ли вы, что вы просто соберетесь где-то в один день либо в Петербурге, либо в Москве, и друг другу скажете все, что вы друг о друге думаете, и, возможно, так либо примиритесь, либо будете дальше подругами, поймете друг друга лучше, потому что обычно отношения в том числе укрепляются после ссор, связанных с недопониманием. Я отношусь к ней отлично, хорошо. Я уже тебе это писала, я говорю, Свет, когда-нибудь ты поймешь эту ситуацию с другой стороны, не с другой стороны, как тебе сказали по словам, и напишешь, все будет окей. В свою очередь на это же сообщение я ответила, что я буду рада ошибаться в своем решении, но пока что это решение таково. Возможно, если потом я пойму эту ситуацию, вижу возраст и ее как-то по-другому, наше общение встанет в свои, ну, как бы, оно вернется обратно. Но сейчас видишь, как оказалось, что наша проблема это в том, что мы просто не разговариваем, у Тиги, оказывается, были ко мне какие-то претензии, что я зазналась, что я стала какая-то не такая, что я стала меньше звать, меньше отвечать, хотя я так не знаю. Я сказала то, что это были мои статуси, а не претензии. Да, она просто высказала свое мнение, которое сформировалось давно, но она решила сказать, когда мы уже посрались в план, условно. Ну, можно было сказать раньше и, возможно, там, предотвратить ту ситуацию, что у нас там было какое-то общение не такое классное, как было, не такое вайбовое. Вообще, суть даже сейчас не вомкали. Соответственно, я буду рада ошибаться и поменять свою точку зрения, если я увижу сама для себя какие-то аргументы и пойму эту ситуацию как-то по-другому. сейчас мое мнение, оно вот такое, потому что я, как бы, перенося это на себя, чувствую, что я бы подумала над этим и поступила как-то по-другому. Я бы не стала говорить там, я не знаю, я бы, я бы как минимум поговорила. Я человек такой, что я открытый и даже, ну, так вот, видишь, я прихожу на эфир, потому что я понимаю, что я готова поговорить, я открыта, я открыта там как с конфликтом, так и с примирением, каким-то просто любым ситуациям. Поэтому кто-то не пришла на эфир, когда мы все вместе обсуждали это пару дней назад. Да потому что я не смогла, у меня были тренировки. Она спала, по-моему, мы тогда должны были с Майком делать эфир, они присылали за час до него видео, где они спят уже, там что-то такое. Ладно, все понятно, давайте в этом формате заканчивать. Я думаю, что все друг друга поняли, тем, кто читает, особенно не пишет комментарии уже взрослые мальчики, а тем, кто читает, попробуйте поговорить со своими друзьями, высказать им какие-то претензии и, возможно, потом вам легче будет преграды какие-то обходить и, возможно, вы скооперируетесь для того, чтобы не просто выиграть что-то, а просто, чтобы вам жилось лучше и приятнее. Я, к сожалению, вижу, что пока девчонки далеки от того, чтобы помириться или хотя бы в ближайшее время встретиться друг с другом. у Светы более жесткая позиция и не факт, что после того, как у Светы позиция изменится, Тига захочет дальше, возможно, общаться, потому что события также меняются. Также нужно сказать, что, конечно, девчонки не уверены, что получили то, что хотели, но, тем не менее, Тига после Хащуамкал стала достаточно популярной, о ней много говорят и, как мы видим по многочисленным комментариям, ее сейчас поддерживают, поэтому Тига поддерживают вообще в разных вопросах, не именно в дуэли со Светой, и поэтому у Тиги действительно будет, как сказал Вася Маврин, хорошее медийное будущее. У Светы оно уже есть, поэтому, ну да, видимо, такой наш медийный футбол, что без конфликта на какой-то стадии невозможно. Но я надеюсь, что вы помиритесь, вы хорошие девчонки, которые любят футбол, которые хорошо взаимодействуют с публикой, в общем, вы молодцы. Все, давайте прощаться. Спасибо чатику. Спасибо.